Всем привет! Мы продолжаем снимать путеводитель по городам и прямо сейчас мы находимся на самой вершине города Правдинска. Но перед тем, как мы пойдем пообщаемся со всеми жителями этого жаркого по-настоящему сегодня города, сперва посмотрите на эту красоту сверху. А, это проект ОК Гурецк. Погнали! Среди городов небольших и красивых, на западе нашей огромной страны, Родной город Правдинс, частицу России. Приехали первый раз в Правдинск. Чем вообще вы можете рассказать про этот город? Нормальный город, хороший. Где молодежь тусуется? Самая тусовка это в субботу, в ДК, да. Дискотеки в Доме культуры проходят? Да, 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 серьезно. Диджейки-то приезжают или местные играют? Губернаторы заходят иногда к нам. Губернаторы? Несколько губернаторов, да, заходят? Нет, один губернатор к нам заходит. Серьезно, Алиханов был здесь? Нет, кто был? Правдинский даже губернатор. Правдинский губернатор? Да. Прикольно, у вас город, свой губернатор есть. Вот и снова губернатор, эй! У вас новый губернатор. Правдинский сами же, наверное, живете чем заниматься? Учитесь, работаете где-то? Сегодня экзамен написал. Какой экзамен? Общество. ЕГЭ? Да. Давай сейчас, короче, проверим. Очень просто вообще, вот прям 100 баллов у тебя или 0. Вот общество знания, да, сдавал общество? Что вообще за предмет? Не знаю, как это объяснить. Ну, что он изучает общество знания? Я не знаю, много чего изучает. Первый раз приехали в Правдинск, вообще, что можешь про него рассказать? Город довольно маленький, конечно, но зато почти все друг друга знают. У тебя мало места в этом городе? Ну, довольно, да. Чем занимаешься сам? Купаюсь очень много. Купаешься очень много? Да, лето. Здесь можно искупаться? На водохранилище, ну, самое лучшее место. Мидии плаваю, ну, этот, лежа там. То есть здесь вообще самые богатые люди живут в Правдинске, мидии едят каждый день? Слушай, а что сегодня не купаешься? Ну, вот хочу, жду в такси. Ничего себе, тут самые богатые люди живут. То есть ты на такси в маленьком городе, едешь на водохранилище, чтобы поймать мидии. У тебя там в пакете мидии, да, сейчас? Нет. У тебя там, подожди, дай угадай, у тебя там деньги? Нет, полотенца. Мидии! Слушай, а что вообще про людей можешь рассказать? Много плохих людей. Могут толкнуть и потом сами сказать, ты что, широкий, что ли? Давай вот смоделируем сейчас эту ситуацию, давай? Сейчас быстренько. Типа мы идем друг напротив друга, типа незаметно вот так вот. Эй, слышь, ты что, широкий, что ли? Я дальше пошел. Ну, ты прям можешь за себя постоять, да, так? Ну, бывает, да. Ты сама в Правдинске? Да, я здесь третий год живу. Что вообще можешь про этот город сказать? Классный город. Ну, город хоть настолько маленький, но есть где погулять, есть что посмотреть, потому что здесь очень много старых зданий, памятников. Мальчики есть какие-то знакомые, друзья там? Ну, да, у меня их очень много есть, но я с ними не гуляю, потому что все сейчас учатся. У тебя очень много мальчиков? Вот это заявление. А, ну-ка, давай всем девочкам, которые не могут найти себе пацана, какой-нибудь совет. Что надо сделать, чтобы в Правдинске найти парня? Хотя бы почаще выходить на улицу. Так, второй совет? Второе, ну, я не знаю. И третий совет? Почаще улыбаться мальчикам, которые проходят. Значит, почаще выходить на улицу, второй не знаю, и третий, надо почаще улыбаться. Все, ты зачем улыбаешься сейчас? Ты хочешь еще мальчика найти? Тебе так много мальчика. Все, делай лицо грустное. Грустное лицо сделай. Не могу я. Поэтому у тебя много мальчиков. Я веселый человек по жизни. Сами с Правдинской? Нет, с Калининграда вообще. А что в Правдинске? Учимся. Пацаны, давайте поиграем с вами игру. Я читаю любое утверждение, и вы отвечаете, либо Правдинск, либо Неправдинск. Хорошо. Ну, типа, Правда или Неправда? Готовы, пацаны? Да, да. Правдинск, Неправдинск! У некоторых квадратов три угла. Неправдинск. Неправдинск. Анна Каренина написала три произведения про Льва Толстого. Не знаю. Вот этого не знаю точно. Давайте подумаем. Два, три, может быть, какое-нибудь читали? Какое произведение Анна Каренина написала? Не помню. Неправдинск будет. Пусть будет Правдинск, окей. Температура по шкале Фаренгейта измеряется в градусах Цельсия. Правдинск. Правдинск. Педикюр – это маникюр для людей нетрадиционной сексуальной ориентации? Неправдинск. Неправдинск. А что такое педикюр? Это на ноги. На ноги, видишь, шаришь. У тебя никогда не было девушки? Неправдинск. Неправдинск. Город твоей мечты? Неправдинск. Неправдинск. Мы первый раз приехали. Это не первый раз. Нет, серьезно. Первый раз здесь. Мы же гурифский. В гурифский, но не Правдинский. Я же видел ваши… Не-не-не, в Правдинске не были, первый раз приехали. Куда можно сходить? Сходите на церковь. А молиться надо, да, в первую очередь, когда приезжаем? Да нет, зачем молиться? Если не молитесь, не молитесь. Просто поднимитесь на самое последнее. Что-нибудь потусить, клубы, ничего такого нет вообще? Такого здесь нет и не будет. Представь, что ты вполне себе мэр Правдинска. Ну. Представь, вот что поменял бы? Не, ну я не мэр Праблинского. Ну, допустим, допустим, вот ты мэр, правда. Вот если снять кепку, ты мэр прямо. Открыл бы такое место, где могли бы взрослые люди просто отдохнуть. Нордишки поиграть, посидеть, пообщаться. Дом престарелых? Нет, дом престарелых, это же не отдых. Привет. Добрый день. Сам с Праблинска? Конечно. Нравится тебе город? Конечно, родной город. Все, пообщались? Ты нормально интервью? Как думаешь? Хорошее интервью? Да, не о чем, мне кажется. Праздник проходит, оказывается, сегодня? Выпускной? Какой выпускной? В детском саде. Группа «Звездочка». Ты самая главная звездочка или есть кто-то главнее? Да. Нравится тебе девочка? Нет. Почему не нравится тебе девочка? Не знаю, но захватит. Всем привет, Россия, Плавденск. Да, с Италией, Венники, Царя. Выходилки, бег на крутой. Когда вырастете, уедете из Праблинска? Нет. Вы часто говорят. Родители, уедут ли дети, когда они вырастут из Праблинска? Как? Уедут. Что вообще про город Моржский? Классный город какой? Классный, классный. Тебе здесь погулять там? Вот, давай какие-нибудь три места, где можно погулять. Вот мы приехали первый раз. Парк. Тосновый Бор и где еще можно? Про людей что-нибудь вообще? Классные люди здесь? Нормальные, общительные. Любой подойдет даже, если пьяный сядет и начнет общаться, там познакомиться. А вы что, как вот, если пьяный подходит тебе, начинает знакомиться, ты как бы типа не-не-не? Нет, мы понимаем то, что ему скучно. Тоже начинаем всегда с ней. Сыграем игру, называется «Правда-неправда». У нас город какой? Правдинск. Да, у нас будет называться игра «Правдинск-неправдинск». Это простая игра. Я буду называть утверждение, вы просто отвечаете «Правдинск» или «Неправдинск». Ну типа «Правда» или «Неправда». Правдинск-неправдинск! У некоторых квадратов три угла. Правдинск. Правдинск. Правдинск, правда или «Неправдинск». Правдинск. Вакуоль – это вакуумная упаковка для еды. Да. Нет! Якутск – это столица Монголии. Неправденск. Где Якутск находится? Где Якутск находится, сказали ли. В стране какой? Не знаю, не знаю. Что Якутск в России? Анна Каренина написала произведение про Льва Толстого. Неправденск. Неправденск думаете? Не писала она произведение? Писала. Правденск. Масштабная Курская битва прошла под Берлином в 1942 году. Спросили. Наверное, Неправденск. Почему? Как думаешь? Не знаю. Масштабная Курская битва под Берлином прошла в 1942 году. Правденск. Педикюр – это маникюр для людей нетрадиционной сексуальной ориентации? Правденск. Делают здесь педикюр, как думаешь? Да. Здесь есть такие ребята? Встречаются периодически? Есть. У тебя никогда не было парня? Неправденск. Неправденск. Город твоей мечты? Правденск. Калининград. Вы вообще все знаете, наверное, про этот город? Ну, я уже тут живу, ну, лет, наверное, сорок. Что вас здесь держит? Ну, во-первых, меня жена держит, это раз. А во-вторых, природа у нас, извините, пожалуйста, это как его, ну... Ну, а во-вторых, я вам скажу так, вот не тысячи только мне так. Когда вам будет лет, допустим, сорок или сколько, вас же потянет по-любому на те места, где вы бывали, где вы первый раз с девушкой, невинная любовь. Вы не пробовали книгу написать? Да, я пробовал. Свою автобиографию. Ну, Джек Лондон, знаете? Да. Ну, вот, это же он у меня, ну, вернее, я писал сначала, а потом он от меня, когда он... Джек Лондон у вас взял какую-то идею вашу? Ну, типа такого. Ну, Джек Лондон, ладно, это самое. А, Теодор Драйзер. Теодор Драйзер. Забыл, как вас звать? Я ей не говорил. Не, вы мне сказали как-то? Я не говорил. Ну, а с кем я тогда разговариваю? Руслан меня зовут. Вот Рус... Руслан точно? Руслан, да, зовут. Это, во-первых, имя русское, а у вас внешность какая-то... Вот, прошу прощения, я не хотел вас обидеть, но южной стороны. Вы мастер толерантности, вы в курсе? Четко, прям, аккуратненько, прям, это все говорит. Ну, я мастер, знаете, чего? Чего? В карате. Я могу сейчас вот сесть на шпагат. Серьезно? Дадите на пару бутылок пива денег, я вам не только на шпагат, я вам сейчас на голову стану. Два пива? Ну, два пива мало, у меня друг, блядь. Так, снимаешь там? Снимаем. Ну, пока не на две бутылочки, на полторы так. А теперь же на голову? Может, не надо, а? Сразу не будем в скозырей ходить, пусть они потом. А что у вас за программа такая? Вы берите остро все и так четко, блядь. Ну, хотите все-таки на голову встать? Ну, я придумал, ладно. А куда вот выкинуть с бычок? Я не знаю. А вот, видите, там стоит урна. Все, видите, друзья, пример. Территору уберевает. Ну, зачем вот? Ну, выкинь ты его куда-нибудь на траву, правильно? Да, на траву, конечно. Так и надо. Ну. Чтоб чисто было, чтоб не мусорить, на траву выкинул и все. Да, да, да. Совершенно. Вот вы молодец. Вот. Как, Вадим-то? Вадим, да. Вы вообще сами откуда? Мы же говорили, мы с Калининграда. А, да, с Гвардейска. Да, с Гвардейска. Так, ну, вы слушайте сюда внимательно. Может, жене привет передадите? Ну, жену у меня кобра, блядь. Ирина, Ирина Васильевна, она кобра, блядь. Ну, ладно, это вырежете. Так. Несерьезно, блядь. Блядь, пиво на пешке, блядь, как насчет раз. Я купил у людей хороший травматический пистолет. Опа. И вот такие, как, допустим, вы или вот там другие. Я иду с своей женой, я не боюсь, понимаешь? Вот, пусть он будет дыло там, если он будет... Кобра. А? Если кобра будет. Нет, кобра это жена моя. Это ласково. А если он... Ну, ладно, короче... Давайте из-за конечную мысль. Конечная мысль. Если вы меня наебете с пивом, я вас обоих сейчас... Мы, мир, впрочем, выполняем обещание. Я вам сделаю обоих вот так вот. А как вы сделаете? Он же не сможет снять. Вы сами будете снимать. Я его догоню потом. Все, Евгений, обещали? Да, вот. Все, Евгений, спасибо вам. Так, ну все, ребят. Просто руку пожмем. Все, отдыхайте. Праздник. Да, именно так мы и хотели. Мы хотим сегодня всех жителей Правдинска соединить. Любой вопрос, который мы зададим следующему собеседнику. Хотите уехать из Правдинска? Ну, на самом деле, я хочу жить в Калининграде. Задать такой вопрос следующему собеседнику, что бы они хотели изменить в нашем городе к лучшему? Все. Вообще, все, ничего не нравится. Вообще, все. Нравится ли Правдинск вам все? Нравится. Нравится. Хотите ли вы найти в Правдинске друзей? Кто, мы? Да, ну вот вопрос. Ну вот мы и дружим вдвоем. Вопрос для тех, с кем мы следующим будем общаться. Может быть, какой-нибудь стебный и вообще любой. Мы хотели из-за такой жизни. Ну, обычно родилась и докатилась, ну что-то такого. Какая ваша любимая музыка? Какая моя любимая музыка? Да, вот такой вопрос тебе прилетел. Какой рэпчик любишь? Негры. Однозначно. Это такая группа? Негры? Да, это такая группа негры. Они все это и есть, одна большая группа. В Правдинске видел негров когда-нибудь? Конечно, вот у нас здесь куча. Раз, два. Давайте сейчас прям какой-нибудь рэп придумаем про Правдинск. Мы приехали в город Правдинск. Попали в чудо мир. Здесь люди ходят веселые. Может, потому что они половина под планом? А просто подойди и спроси, кто знает Андрея Соколова? Андрей Соколов. Да, снимался в фильме. Любой вопрос, какой мы должны задать следующим людям? Девушке, то есть женщине. Да. Дайте мужикам такую жару, пиво попить. Что можно сказать про этот город? Классный город? Про этот город? Классный город. А ты, слушай, не боишься что-то? Нет. Не было такого, что этот мост там? Мы его меняли, но он не провалился подо мной и не надо каркать. У тебя есть девушка? У меня есть девушка. Здесь нашел, в Правдинске? Да, в Правдинске. Но она сама нашла меня. Как она нашла тебя? Ты такой едешь, типа. Учились просто и все. Нет, нет, давай сейчас какую-нибудь крутую историю придумаем. Еду на своем скутере по мосту, цепляю ее, она падает вниз, я останавливаю скутер и бросаюсь ее спасать. Скутер твой, хоп, тебя тоже хватает. Скутер у меня хватает и мы уезжаем на закат. В закат. Ну что ж, дорогие друзья, мы доказали, что в этом городе живут очень крутые, классные, позитивные, веселые люди. Любите города нашей области, любите наш проект ОК Гуриск. Ну а мы погнали в закат. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok